Чтобы стать нашим искупителем, нашим спасителем. Я читаю сегодня Откровение, это 5 глава, 11 стих. И я видел и слыша голос многих ангелов вокруг престола, И животных, и старцев, и число их было тьмы тем, И тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, Достойн агнец, заклонный принят силу, и богатство, И премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Знаете, Иисус не пришел умирать за ангелов, И Он это сделал ни ради них, ни для них, но не воскресается достойно. Он пришел сделать это ради тебя и ради меня. Как я должен сегодня говорить перед Богом? Как я должен воздавать сегодня славу, поклонение ему и Богу? Потому что Он достоин и чести, и силы, и славы, и благословения. Давайте мы поклонимся и воздадим славу Ему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, Господь, мы очень признательны сейчас. Как ты достоин славы, Господь! Как мы можем выразить эту хвалу и поклонение тебе, Господь! Да и наш язык беден, Господь! Наши чувства, они такие мелкие, Господь! Мы желаем от всего сердца, Господь! Насколько это возможностей у нас сегодня! Мы желаем поклониться тебе, Господь! Раздать тебе честь, подать поклонение, Господь! Потому что ты достоин славы, ты достоин чести, Господь! Ты достоин поклонения, Господь! Потому что это было жертв за меня, Господь! Ты ради меня это сделал, Господь! И я благодарю тебя за это, Господь! Эта цена была плачена, Господь! Эта цена была плачена сполна! За спасение каждого человека, Господь! За то, что сегодня каждый из нас Мы были спасены Твоей, Мы были обыдены Твоей кровью, Господь! Мы были Твоими сыновьями, дочерями, Господь! Мы были благословены Твоей, Господь! И мы были Твоей присутствием, Господь! И мы благодарим Тебя за это! Ты будешь недостойно прославлен наш Бог, Отец и Дух Святой! слава нашему господу я когда зашел знаете мы там молились я зашел так слышу такое движение шум люди приветствуются я так затем вас радовался думаю оживленные люди пришли в дом божий радуясь я верю что вы не просто говорили о чем-либо вы говорили что жив господь пастор как первое слово господь с тобой да господь с тобой это вы говорили да благословить тебя господа или вы забыли мы я тоже забыл видите столько много приветствий я забыл дорогие повернитесь друг другу и скажи господь с тобою а ты скажи благословить тебя господь аллилуйя во имя иисуса голый благословите друг друга благословите друг друга радуйтесь я господи господь чарствует он с тобою господь с тобою алилуйя тыскала моего спасения вы знаете сегодня прекрасный день ты проснулся утром рано ты чувствуешь господь с тобою поэтому ты поешь и радуйся и говоришь сила моя господь со мною тыс села моего спасения ты крепость моей жизни я буду радоваться в доме поем я буду торжествовать о господи моем я буду воскритать давид говорит я буду умножать славословие для моего господа умножай славословие ему умножай господу ты скала моего спасения петель пощадки ты а и И я живу любовью Твоей обрискала. Ты стала под его спасением, Ты крепишь в жизни моей. Ты надежда и так равенем, И я живу любовью Твоей вере. Верю я в Тебе, Иисусе, Верен Ты в любви ко мне. Ты помочь мне в час, В нужды моей. Теперь, О Господь, в любви ко мне. Я в Тебе, Иисусе, Верен Ты в любви ко мне. Ты помочь мне в час, В нужды моей. Теперь, О Господь, в любви ко мне. Ты стала под его спасением, Ты крепишь в жизни моей. Ты надежда и так равенем, И я живу любовью Твоей вере. В искала под его спасением, Ты крепишь в жизни моей. Вот это Господь. Ты надежда и так равенем, И я живу любовью Твоей. Верю я в Тебе, Иисусе, Верен Ты в любви ко мне. И помочь мне в час, В нужды моей. В Тебе, О Господь, в любви ко мне. И помочь мне в час, В нужды моей. В Тебе, О Господь, в любви ко мне. В Тебе, О Господь, в любви ко мне. И сегодня встал утром рано. Мы подняли наши глаза и говорим, Господь царствует на небе и на земле. И сейчас кто призовет имя Господа, Он будет спасен. И сейчас кто призовет имя Господа, Да святится имя Твое, Да святится имя Твое на этом месте, Да восклицаю Тебе свят, Свят, свят. И не умолкнув торн, Голоса свят Господь Савод, И вся земля полна славы Его. Аллию, Иисусе. Спасибо Тебе, что Ты святой, Живешь с Ими славословием, Спасибо Тебе, святой, Что Ты приходишь на это место, Аллию, Что взирая на Тебя и на святость Твою, Мы освящаемся и преображаемся. Святой пусть освящается еще, Аллию, И на этом месте пусть получает святость Твою, Пусть покрывает святость. О, святый, 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 О, святый, 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! 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 Время трудностей и переживаний Говорит Дух Святой Ибо многие рассуждают Господи Что ждет нас в этом времени И посему Дух Святой открывает Что для одних будет тьма и мрак и ужас И великие страдания и болезни и скорби Многих-многих посещать Говорит Дух Святой Но для других будет время Время духовной переплатки Когда я вас подниму и сделаю сосудами Благопотребными и сосудами в чести Говорит Дух Святой И кто способен это принять Но сегодня милость моя Ибо вижу Есть льса, которые не готовы Но зол зол мой к вам Стучит Дух Святой Ибо хочу дать вам Светлые одежды И примете мою кровь Из точки исцеления И бальсама придет на ваши души Вердух Святой И поэтому стучу, стучу Ибо мое время исцеления Дух Святой для вас Время исцеления Я отпускаю на свободу И я прошу тебя, чтобы ты были освобожены, очищены Чтобы твой кровь принимали с благодарением С благословением, Господь Восподняйся в утверждение, Господь Благословение, Аллилуйя О, благословенный, 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 благосл из тех кто на распутись от господь сделать или сделать шаг пусть сделать это твое время когда ты стучишь время посещения время посвященника дух святой это время посвящения хотя хочу обложить на пентам мангал с маконницу милостью с заботой и помещением чтобы принесла еще плода кроме на ибо это время виду святой аминь 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 халилюйя халилюйя халилюя 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 а а а а а а а а а И вся земля полна славы Господи. И вся земля полна славы Господи. И вся земля полна славы Господи. и м а а а у И вся земля пода славой Господь и свят, свят, Господь самолон, Рута твоя не сократилась его свят, свят, Господь самолон, Свят, Господь самолон, Свят, 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 Господь самолон, Свят, свят, Господь самолон, Свят. Мы благодарим Иисус Тебя, Ты святой покрыл нас своей святостью. Благодарим Тебя, Дух Святой, за Твое присутствие здесь. Для то, что облако славы, оно пустилось, для того, что Твое присутствие здесь. И смотря на Тебя, мы освящаемся, мы благословляем Твое имя, Иисус. Говорят, Ты достойна, И пусть не только небеса, но пусть земля восклицает Тебе святостью. Пусть преклонится перед Тобою всякое колено и скажет, Господь есть Бог. Он есть святой и превознесенный, сидящий огесную Отца на престоле славы. Ему, вот оно все, Он есть святый. Мы поклоняемся Тебе, мы величаем Тебя, мы превозносим Тебя. Мы почитаем Тебя, великий Бог наш, святой, святой. Ты святой, Ты святой. И мы благодарим Тебя, мы кланяемся Тебя. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аллилуйя, Его присутствие здесь, Его слава здесь, Его величие здесь. Если ты жаждешь благословения, как жаждал Ивако, ты хватаешься и берешь. Поверь, Бог имеет благословение для Тебя, Он имеет радость жизни для Тебя, Он способен поднять Тебя. Нету разницы, где Ты есть, нету разницы, как глубоко Ты находишься на дне. Он способен Тебя поднять, Он способен Тебя освятить, Он способен покрыть Тебя своей святостью Тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Можете занять Ваши места, благословен наш Господь, благословен Господь, Аллилуйя. Грубо прославление, можете садиться. Конец, поздно вечером, мы вернулись с кемпа, с энкаунтера. Вы знаете, я восторгался и радовался. Каждый раз, когда я возвращаюсь после таких мероприятий, я просто благодарю Господа и говорю Господь. Ты так велик, Ты так силен. Если бы мы могли осознать все, что Бог может сделать. И когда я смотрел, я говорил, мой Бог может все. Мой Бог может из пепла соорудить и прекрасный дворец построить. Там, где пустыня, попадает кровь Сына Божьего, расцветает прекрасный сад. Там, где разрушено и расстроено, Бог созидает и поднимает. Он есть крестящий Духом, Святым и огнем. Он исполняющий силой и славой. Аллилуйя. Я восторгаюсь моим Господом. Как велик. Я хотел бы, чтобы те, кто были, ездили на кем-то, чтобы вы все-все, кто был, кто есть сегодня здесь, чтобы вы пришли сюда. Может, не все будут свидетельствовать, потому что у нас времени нет. Но все, кто был, придите сюда. Все до одного. Я знаю, что у этих людей есть много, что сказать. Есть много свидетельств, что Бог сделал. Но если все они будут говорить, то нам придется до трех часов сегодня собрание вести. Если вы готовы сидеть до трех, мы будем всем давать. Если нет, тогда мы даем те, у кого сегодня горит, и кто сегодня серьезно преисполнен. Помазание благодати Божьей. Что Бог сделал в вашей жизни? Бог наш благ и велик. Я благодарна Его. Я благодарна Ему. Потому что действительно Он так велик. Когда мы были там, Его присутствие было всюду. И так сильно я выходила на улицу, вокруг этого здания. Я чувствовала Его силу. Я заехала туда, больная. У меня болела шея. У кого болела шея, когда застужен нерв, тот знает, как это больно. Но я поехала. И Бог там меня полностью исцелил. Она как будто у меня и не болела. Я там получила обновление. Я почувствовала силу Духа Святого еще больше и больше. Я Его полюбила. Это такая замечательная личность. Любите Дух Святой. Он так велик. Я благодарна моему Господу. Я благодарна моим пастырям. Они такие замечательные. И столько вложили в нас труда. Я благословляю вас, пастыря. Спасибо вам большое. Спасибо нашему Иисусу. После энкаунтера они способны проповедовать. Я вам говорю, они готовы проповедовать и закончить собрание сегодня. Извините, по одной минутке, пожалуйста. Кто? Следующий. Значит, там врачевались наши души. И что касается конкретно меня, я много лет не мог выйти на молитву покаяния. А там шел, и никто не держал меня. Это спасенный человек. Человек отдал жизнь свою для Господа. Он посвятил свою жизнь для Господа. Он принял Иисуса в свое сердце. Это радость для церкви. Аллилуйя. Слава Богу, Бог жив. И я смотрел на себя, когда ехал на энкаунтер, я думал, что я в порядке в общем. И думал, поеду, покаюсь, исповедуюсь в одной маленькой вещи. И когда я приехал туда, пастор Дмитрий Анальевич или пастор Андрей сказали, что когда пришел каяться за веревку, оказывается, на веревке еще была корова. То есть корову еще украл. Я пришел, думаю, наверное, веревку исповедуюсь, и все будет в порядке. Оказывается, была не одна веревка и не одна корова. И знаете, когда коровы тащат в разные стороны тебя, то ты не то, что хочешь контролировать себя, ты коров не можешь контролировать, куда они идут, то, слава Богу, Бог очистил, я свободный, и уже ничего меня никуда не тянет. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Я благодарю Бога за этот энкаунтер, потому что Бог так много сделал в моем сердце. Он просто исцелил мою душу. Аллилуйя. Я просто благодарю Господа за то, что у нас есть такие чудесные пастыря, которым они так любят. Я чувствовала, что их любовь, просто она просто, не знаю, как сказать, но это настолько сильно. Я просто вспоминаю, как брат Павел сказал, что мы как этот пылесос, которого надо время от времени вытряхивать. И тогда получается такой мир и покой, и радость в духе. Я благодарю Господа. И мне в этой ночи молились за исцеление. У меня сильные приступы, я не знаю, это желудок или что. Мне каждую ночь, ну, когда я ложусь спать, приступы какие-то. И в этой ночи тоже. Настолько сильно. Я без таблетки не могла всегда. Но я сказала, Господь, я верю, что исцелил меня, потому что Ты не только дал свободу моей душе, но Ты дал свободу и моей плоти. И я так начала молиться. И просто боль ушла. Я верю, Господь, сила Ваша. Аллилуйя. Я тоже хочу благодарить Бога за все. Он меня просто там переполнил такой радостью, любовью такой. У меня даже, я приехала домой, встретила детей, они меня обнимают, бегают и говорят, мама, это что такое? Я ищень, сумач. И вчера весь день Вика мне несколько раз сказала, мама, ищень, сумач. Так много вообще, что происходит? Ты так много улыбаешься. Я просто благодарю Бога за эту привилегию, вообще за эту возможность. Даже брат Павел нас всех назвал там принцессами и принцами всех братьев. Родители едят на энкаунтер, дети замечают это. Все, я иду на этот край. Если мы изучаем Слово Писание, седьмой год, это был по Слово Писание год прощения. И я вам скажу дело в том, что я столкнулся с большой проблемой там. И я благодарен Богу о том, что со мной оказался друг, пастр, человек, брат Дмитрий, который заставил меня, а я скажу, очень тяжело прощать, когда тебя обокрали, когда тебя изменили, когда тебя предали, твои дети оставили как сирот. Я скажу, что это было трудно. Но Господь через этого служителя заставил меня, я скажу, что заставил меня и через Дух Святой заставил меня простить. У меня в моей памяти было, в моих мыслях каждый день, я создавал папку на этих всех людей, которые участвовали в том же разрушении моей семьи. Я хотел их наказать, всех наказать. У меня такая толстая папка на них, на каждого из них, для того, чтобы с Нового года начну. Начну, пускай праздники отгуляют, а потом я начну. У меня был, в душе была скорбь, и была большая скорбь, и была месть, месть этом сидим. И когда такая есть скорбь в душе, и такая месть, она подходит так близко для того, чтобы погубить душу. У меня было даже цель их, даже физически наказать этих людей, которые вмешались под моими ногами так, чтобы разрушать мою семью своими языками и так далее. Но я оттуда вышел, я сейчас скажу вам всем, я свободен. Это было оставение, я принес дом свой, и моя семья, мои детки бежали мне навстречу, я сделал им сюрприз, они не знали, что я еду, но я когда приехал, мои детки кинулись ко мне, мои детки со мною, они со мной, я имею благословение в своем доме, я прощаю, простил их всех, я скажу, что этот седьмой день, то есть седьмой год, 2007 год, как по слову писали, мы прощаем их всем грехи, и мы будем молиться за них, чтобы их Господь так же покаял, чтобы они имели покаяния, исповедания, и так же прощения. Пускай Господь будет с вами, Господь мой, с вами, с вашими семьями, в новом году, благословение вам, друзья. Ты выглядишь сегодня по-особенному. Мой Господь очень велик, и на этой встрече с Господом я ощутила новые чувства. Знаете, знать, что ты дитя Божье, это одно, а когда знать, что ты любящее дитя, особое дитя у Бога, это другие чувства, и великий Господь. Знаете, наш язык, говорят, что русский язык богат, но порой нам так тяжело объяснить, так тяжело объяснить, что мы пережили, что мы переживаем, какая-то любовь великая, но я вам скажу, это можно пережить, не рассказать, но пережить это можно. Я вас прошу, ревнуйте о встрече с Господом. Господь вам подарит такую любовь, великую любовь, ту, которую такую можно ощутить. Аминь. Аминь. Вы знаете, это в церкви второй энкаунтер, и когда был первый, у меня были такие чуть-чуть сомнения. Господи, ну зачем это? Ведь ты уже омыл, простил, не вспоминаешь. А потом была как бы мысль такая, что вот ты, когда носишь одежду, покупаешь, например, новую рубашку, через какое-то время нужна для рубашки стирка. Не потому, что ты грязный, просто ты сталкиваешься с этим миром. Ты живешь, все мы люди-человеки. И если не ты, то тебя. И как-то вот пришла мысль, что этот энкаунтер, это твоя стирка, что для того, чтобы с новыми силами, чтобы очищенными душой, руками, сердцем славить Господа нашего. Аминь. Друзья, я поехала на энкаунтер, и Господь меня освободил, мне дал свободу от много чего. И сейчас, когда я молюсь, мне ничего не держит. Я могу славить моего Господа и превозносить Его Святое Имя. Слава Господу! И мы очень благодарны нашим пастырям, которые взяли наш, весь этот груз. И Господу, который это забрал. Иисус взял на себя, мы ничего не брали. Я хочу вам сказать, что я наконец-то поняла, что такое Господь отвечающий. Мне всегда казалось, Он отвечает кому-то. Но почему-то проходит мимо меня. Я имела от Господа очень многое. Но я почему-то это так не оценивала и не понимала, что это Господь отвечает мне. На этом энкаунтере я поняла, Господь отвечающий. Сколько бы ни пришлось времени просить, Господь никогда не опаздывает. Для всего есть свое время. Я ехала исправить семейное положение своего мужа. Хотелось очень, чтобы он хотел служил Богу. Но я поняла, что исцеление... Но там я поняла, что исцеление нужно мне. Господь тянул все это время от того, чтобы я пришла покаяться. И только через мое покаяние Он пришел. И те изменения, которые Господь совершил, только Божья слава. Господь мне дал новое сердце, Иисус. Слава. Господь мне дал самый, самый дорогой подарок. Он мне дал Духа Святого. Я просил 12 лет. Моя жена просила. Все, все, все почитаю за ссор. Лишь бы быть с Господом. Видите? Знаете, он свидетельствовал на энкаунтере. Говорит, знаете, настолько дьявола восстал, они приехали на энкаунтер. И звонят им, говорят, один ребенок заболел, рвота, другой ребенок заболел, рвота. Он говорит, пусть и кошка еще рвет, что-то я останусь, никуда не поеду. Ой, праздник. Друзья, я хочу большую благодарность самой великой это Господу, а также нашим братьям, а также своему мужу. Я хочу засвидетельствовать. Если вам предоставится возможность поехать, если братья еще так потрудятся, вы так, летите, идите, если не можете, пусть вас служат на носилке и в эту купальню вас несут. Я 7 лет болела с сахарным диабетом. Постоянно таблетки принимала. Вы знаете, в пятницу я приняла одну таблетку и до сих пор я меряю. Нормально, нормально. И сладости ем, и фрукты ем, и все ем. Так что, кто болеет с сахарным диабетом, едьте и получите исцеление. Если именно вы исповедуете тот грех, через который пришла эта болезнь. Слова Богу. На этом энкаунтре Господь обновил меня духовно и исцелил физически еще. Тут говорили, что братья служили для нас. Я скажу, что сам Иисус пришел как слуга и послужил всем нам. И слава ему за это. Благодарность вам, братья. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И что у кого сильно горит. Я очень благодарен Богу, что я имел такую нагоду. Вы знаете, мы слышали много разных слухов про энкаунтер. Я думаю, кто из вас слышал, что то что-то неудобное, то плохое, то там только харизматы ездят на него, то еще что-то. Вы знаете, я, когда поехал, враг тоже став при спятстве. Он не хочет, чтобы мы ехали туда и очищались. Потому что там есть встреч с Богом. И там мы оставим все, что нас тримает, мы сконцентруемся на себе, мы сконцентруемся на своем прошлом, на своих грехах, мы исповедуемся, мы приближаемся до Бога. И брати пастыря, они помогают нам в этом. И я очень благодарен, что я имел такую нагоду, и что я таки поехал. Деяки чувствовали, даже приходилось чути, что encounter это шаг назад, это не что-то доброе. Но знаете, я вижу, что это действительно шаг назад для нас. Для меня это был шаг назад на 30 лет, когда мы впервые были хрещены Духом Святым, когда мы перебывали в молитвах, когда мы съезжали, памятаю, на молодежные зебрания, мы молились целую ночь до ранка. И это так нагода. Я не знаю, чому назвали его так encounter, а это именно те, что переживали все пятидесятники, которые когда-то приняли Иисуса Христа, когда-то были хрещены Духом Святым, но за этот период 20 лет прошло таке обхолодление, и некоторые из нас пятидесятники мало чем отличаются от баптистов. Другой раз видишься баптисты больше духовные как наши пятидесятники. Поэтому я бы радил всем нашим друзьям, кто как-то осторожно настроен до encounter, то возможно это слово нужно поменять, но это то, что нужно пережить каждый пятидесятник. Я дякую Богу. Все. Слава Богу, я хочу сказать, encounter это не легко было. Я знаю, что для каждого из нас, и для меня это было не легко. Вот я плачу, и это трудно. Но я знаю, что ради последней молитвы, которая в пятницу была. Я так рада, что я поехала, потому что даже ради этой молитвы, ради этого присутствия в пятницу, которая была, вот эта любовь, когда ты сидишь, вначале мы приехали, мы все такие какие-то настороженные, такие, как бы не дотронутся до друг друга, сидим, такие, что сейчас случится, такие, сидим, не сдвинемся с места. Но в пятницу просто улыбки, ты подходишь к каждому, ты чувствуешь такая любовь к каждому из всех. Просто я советую каждому поехать, потому что это нелегко, это физически и духовно трудно, это нагрузка. Но я знаю, что ради вот этого последнего, после вот этих двух-трех дней у тебя такое чувство будет, я просыпаюсь все утро, у меня радость каждое утро, потому что я не знаю почему, у меня в субботу на работу надо было вставать в 8 утра, я на работу приезжаю, я такая какая-то такая в облаках летаю. Я просто благодарю Бога и постарей за то, что они выслушали эту, то, что вот мы вся, всю эту грязь мы просто выложили, мы все оставили там. И просто они передали на крест. Я знаю, что Иисус взял весь этот грех, всю эту грязь. И просто вот сейчас чувствуешь такой чистый, такой мир в душе, любовь. Знаете, эти люди искренние. Их никто не заставил это говорить, их никто не учил это говорить. Они говорят то, что внутри в сердце их есть. И я благодарю Господа за это прекрасно. Это не все люди. А сколько получили духовное крещение? Сколько человек? Трое, четверо, да? Еще были люди с другой церкви, они получили духовное крещение. Спасибо вам, пастыря. Я хочу поблагодарить Питера. Вы знаете, этот человек удивлялся. Он успевал готовить, кушать, он успевал молиться, он успевал убирать, он успевал все делать. Я просто в шоке был от этого человека. Питер, спасибо тебе. Благословения. Благословения. Я бы попросил, мы спешим, я бы попросил, чтобы вся церковь стала. Братья, подойдите еще, помолитесь за каждого человека во имя Иисуса Христа. Я знаю, что дьявол будет атаковать этих людей, но я верю, что ваша молитва, пастырская молитва, помазание, передайте еще для этих людей во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим тебя, мы славим тебя, мы величаем тебя за великую возможность, которую мы имели, стоять перед твоим лицом и искать твоего лица. Ты был явно виден для нас, Господь, и мы благодарим тебя, что мы повстречались с тобой. Аллилуйя. Ты взял немощи, ты взял болезни, ты взял грехи, взял проклятия, взял обиды, взял, Господь, всякую месть, всякий мусор. Ты забрал, Аллилуйя, и очистил сегодня этих людей. Я благодарю тебя, я благодарю тебя, что велика милость твоя и забота, Аллилуйя. И мы благословляем этих людей вновь и вновь, благословляем, превозносим твое имя. Ты достойный, Иисус, Аллилуйя. Пусть эти люди будут ограждены твоей заботой, пусть люди эти будут ограждены твоей кровью, Аллилуйя. И враг не приступится, во имя Иисуса мы разрушаем, дьявол, твои планы, которые ты строишь против этих людей. Во имя Иисуса они не возвращаются в прошлое, они не возвращаются к там, где они были, они новое творение во Христе Иисусе. И мы их благословляем для служения Господу, их жизни посвящены тебе, Иисус. И я знаю, что в твоем плане эти люди имеют место. Мы благословляем их во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Спасибо вам, можете садиться, будьте благословены. Слава Господу, братья и сестры. Наш Бог достоин всей славы. Сегодня есть особенный день, и не потому, что он особенный, потому что последний день этого уходящего года, и это действительно так. Но это служение в этом дне, оно есть особенное. И знаете почему? Потому что наш Господь, Он особенный. У Него не существует стандартов. Он все делает по-особенному. Он говорит, все творю новое. И в этот день, в этом служении, Он хочет дать тебе мне что-то новое и особенное. Вы знаете, я весь в трепете и в волнении. Думаете, почему? Потому что присутствие Божье здесь, во-первых. А во-вторых, потому что я буду говорить на русском языке. Одну минутку возьмет. Первый раз мне пришлось несколько лет тому назад проповедовать на русском языке очень коротко. Я думал, что я очень в совершенство владею русским языком, но я сильно ошибался. Когда я вышел за кафедру, это было в Швеции, переводчик не понимал абсолютно по-украински. И я начал говорить, и не тут-то было. Хорошо, что братья сбоку сидели. Они мне переводили автоматически. Но я надеюсь, сегодня будет немножко лучше. Но если что-то не так, то братья белорусы меня поймут. Аллилуйя. Мы будем возвращаться к Божьему Слову. Мы откроем послание апостола Павла Галатам, пятая глава, из первого стиха. Я сначала прочитаю украинский перевод, потом русский. «Христос для воли вас вызволил, то жстите в ней и напидавайтесь снова в ярмо рабства». Русский говорит так. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять его рабству». В этом тексте Божьего Слова говорится об очень важных вещах. О вещах, которые не имеют ничего общего между собой, которые сильно разнятся между собой, которые и так не похожи одно на другое, как небо не похоже на землю. В этом месте Божьего Слова говорится о свободе и говорится об рабстве. Я посмотрел у словарь, что же такое свобода и что же такое рабство. И вот что говорит словарь. «Я переводил на русский язык». Жизнь – это свобода. Это жизнь без зависимости от кого-либо и возможность действовать без каких-либо запретов. Что же такое рабство? Это абсолютное подчинение чужой воле и чужому влиянию. Многим людям в свое время пришлось испытать на себе чувство свободы и чувство рабства. История, она полна таких примеров, когда люди были в одном состоянии или они были в другом состоянии. И вот факт остается фактом, что человек никогда не хочет потерять свободу. в человеке есть нечто заложенное в Бог, что он всегда стремится для того, чтобы иметь свободу в своей жизни. Вот поэтому история полна разных воспоминаний о революциях, о восстаниях, когда люди, потеряв свободу, они большой ценой старались обрести ее вновь. Порою они платили очень большую цену за свободу. Порою они платили цену своей собственной жизни. Я знаю, что многие приехали в эту страну только потому, что они желали обрести свободу. Это уже другой вопрос, обрели они ее или нет, это другая тема. Мы говорим сегодня о другой свободе, не о физической свободе, но о духовной свободе и духовном рабстве. Именно об этом говорит нам Священное Писание. Существует реальный физический мир и мы в этом верим, мы это знаем. Существует реальный духовный мир. Существует как и физическая свобода и рабство, также существует духовная свобода и духовное рабство. И так можно быть рабом, можно быть в плену, но и свое время братья были сосланы в сибирь они не имели абсолютной свободы они были словно как рабы но не были духовно свободными их сердце было свободны потому что там пребывал дух божий но есть много людей которые имеют физическую свободу которые владеют разными вещами в этом мире которые могут купить себе ту или иную вещь которые могут поехать туда или в другое место но не есть духовными рабами разных грехов и греховных пристресей вот это второе она гораздо хуже чем даже мы можем себе представить ибо иисус христос сказал такие слова я процитирую какая польза человеку когда он приобретет весь мир но душу свою потеряет что-то человек за выкуп души своей вы знаете люди в этом мире когда они теряют иногда свободу потому что они заслуживают наказание они имеют деньги и они могут за день или материальное состояние получить выкуп и получить свободу но в духовном мире так не бывает нельзя сказал иисус христос за какие-то материальные вещи или день или еще что-то не будет приобрести внутреннюю духовную свободу это невозможно и мы идем дальше когда мы смотрим первую книгу библии мы видим адама и еву это люди которые были сотворены богом эти люди имели полную свободу в полном смысле этого слова и это гарантировало божие присутствие в их жизни или знать я не буду на этом останавливаться что бог приходил с этой демске он имел общение с людьми именно для этой цели бог и сотворил человека хотя было много божьего творения но человек был сотворен для того чтобы иметь общение со своим творцом бог он знает о добре и он знает о зле но библия говорит что зло она прибывает за пределами бога бог прибывает святости бог прибывает чистоте бог прибывает в свете бог есть источником всякой свободы бог он имеет власть и цель освобождать прощать исцелять и спасать человека библия говорит о дьяволе о сатане что он также знает о добре он также знает о зле но добро она прибывает за пределами сатаны он прибывает в зле он прибывает в тьме он прибывает в беззаконии он есть источником всякого рабства и библия говорит что у него есть одна цель и задание украсть убить и погубить и вот что говорит нам священное писание что адам согрешил вы все знаете эту историю сатане не нравилось вот это общение он видел эту независимость эту свободу полную которую имел человек он ее свое время потерял и он хитростью и обманом сделал так что люди потеряли эту свободу они потеряли божье присутствие в их не жизни и бог не мог как прежде приходить и общаться с человеком но бурок и когда мы смотрим священное писание апостол павел пишет свое послание к церкви в римлянам 3 главе там он говорит 10 23 стих что все согрешили и все лишены славы божьи это ужасные слова братья и сестры я когда вдумался и читал их они говорят нет праведно ни одного все согрешили начиная от адама все люди согрешили потому что в адаме согрешили все водами согрешил я и водами согрешил ты иногда люди говорят в этом мире я ничего плохого не сделал но он есть грешник потому что адам согрешил и об этом навредь священное писание но бог милосев он не оставил человека на произвол он не бросил человека на угнетение и рабство дьявола у бога был план в божьем сердце было нечто это была любовь к человечеству и нужно было что-то сделать для того чтобы возвратить человека с одного состояния в другое состояние состояние рабство состояние полной духовной свободы вот поэтому пришел иисус христос на эту землю вот поэтому мы отмечали неделю назад это событие о рождении господа нашего иисуса христа и когда он был рожден небо торжествовало явился вестник она и возвестил чудесную новость что в городе вифлееме рожден спаситель который есть господь христос он пришел чтобы спасти людей своих от их них грехов аллилуйя слова господу он пришел чтобы спасти людей своих от грехов их них и он прожил как человек эту жизнь служа своему творению он делал все что он мог сделать своей стороны для всех жаждущих алчущих оставленных заброшенных больных он благословлял их он исцелял их и в конце он стал жертвой его повели на голгофу и он там был распят и писание говорит про кисая что он был и связуем он был изранен за наши грехи и наши беззакония на нем было наказание мира нашего возможно не так дословно процитировал русском языке но вы это поняли он пришел чтобы спасти тебя и меня и он отдал цену жизни своей за мою и твою свободу он заплатил большую цену цену крови своей и знаете почему он это сделал потому что в его сердце было наполнено большой любовью ко мне и к тебе я постоянно помню один эпизод или один рассказ который рассказывал мой отец он был очевидцем этой этого события это было давно когда они жили в деревне мой отец был служителем и их запросили в другую деревню чтобы провести там служение и когда они возвращались назад им предоставили грузовую машину они все вылезли на борт и ехали и когда они выезжали из деревни за деревней был пруд это была зима был мороз был снег было очень холодно и вот когда они опускались дорога проходила возле этого пруда они услышали крики которые доносились из этого пруда машина остановилась они увидели как некоторые люди от домов которые были ближе к пруду бежали сюда тоже услышав крик и не так же поскакивали с этого борта и побежали к этому пруду они увидели картину посередине этого пруда в ледяной воде был маленький мальчик и он кричал о помощи он говорил мама спаси меня мама спаси меня вот один из братьев он решил как-то пробраться он начал идти по этому льду но начал трещать другие предпринимали другие какие-то меры но невозможно было потому что лед был еще слишком тонким а мальчик продолжал кричать эти забрит собралась большая толпа людей и все стояли и никто не мог ничего сделать ну вот раздался шепот топе мать мать бежит от его ребенка и все расступились и мать она как бежала она выбежала на этот лед и он под ее тяжестью провалился но мать не остановилась она начала двигаться вперед и что она делала она так брала руки и била ими по льду и какое-то мгновение и все руки были окрывалины и вот следы этой крови они были оставлены на льду она шаг за шагом двигалась вперед по направлению к своему сыну а он продолжал кричать мамочка спаси меня и вот какие-то мгновения прошли и мать достигла цели она взяла своими кривальными руками ребенка прижала груди носил больше возвращаться назад у нее не было но в это время уже мной кто побежали в деревню принесли там разные вещи доски и вот на этом на стиле они добрались к ним и помогли выйти с воды и благодаря любовь и матери этот маленький ребенок он был спасен братья и сестры библия говорит что любовь божья на превышает любовь материнскую и апостол павел он восклицает послание кефисиан кефисианам 3 главе и говорит так 18 19 стих чтобы мы сегодня могли понять насколько любовь христа широка долга высока и глубока и чтобы мы познали эту любовь которая превышает человеческого разумения чтобы бог полностью ею наполнил нашу жизнь он был пленен для того чтобы мы были освобождены он страждал страдал он умер и был истязаем для того чтобы мы имели жизнь имели жизнь вечную это не потому что я такой хороший что мы что-то сделали для него особенный он посмотрел сказал да им нужно что-то сделать их нужно спасти потому что они хорошие люди они заслуживают этого менее заслуживали спасения без заслужили наказания но это наше наказание она была на иисусе христе и он умер он был распят он пролил кровь свою для того чтобы освободить тебя и меня из этого духовного плена и сделать нас свободными аллилуйя слава нашему господу и так апостол павел говорит что он нас освободил и мы должны стоять в этой свободе и не подвергаться опять игру рабства братья и сестры бог освободил нас но и сегодня священствовали о чудесной силе божий которая очищать и освобождать от всякого греха и беззакония и человек чувствует себя свободным это большая привилегия которую даровал для нас господь и мы должны удержать эту свободу любой ценой потому что за эту свободу всегда должны мы помнить заплачена цена крови сына божьего иисуса христа христос не сказал чтобы мы отмечали день его рождения хотя мы это делаем и это хорошо он не говорил чтобы мы отмечали другие события из его жизни хотя мы это делаем и это нормально потому что он есть нас господь и спаситель и мы этим ценим но он оставил нам заповедь что мы должны вспоминать о смерти и страданий его как мы можем это делать и апостол павел пишет коринфянам первом послании 11 главе он конкретно говорит что он принял от господа и это передает сегодня нам что когда мы едим от этого хлеба и когда мы пьем из этой чаще этими возвещаем о смерти господа нашего иисуса христа и мы это должны делать постоянно до того момента до коли не придет наш господь и сегодня есть этот прекрасный день это прекрасное служение воспоминания смерти страданий господа нашего иисуса христа в этом уходящем году бог дарует нам эту прекрасную возможность и мы сейчас нашей молитве будем обращаться к нашему господу и благодарить за его жертву голоску за тот подвиг который он совершил за ту победу которую он даровал для меня для тебя за освобождение которые мы имеем благодаря его крови пролитой на христе голгофском и мы будем просить чтобы это служение она была благословена господом чтобы каждый из нас принимая от хлеба и принимая из чаши пережил особенное божие благословения во имя иисуса христа аминь мы все встаем и молитве обращаемся к господу халли луя о рамана о рамана гиде риба ла 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 бара лакин дар бада сантал гливи деферлес кенамана галарабалара фаргин дэль биди санта лыкремлс кене мэна главер леби десанту о ламени глава лаканта ербидиглэр биди шаля кендар о халли луя о халли луя халли луя мы дякуемо тоби наш господь за ту жертву яку ты совершил на голгофи халли луя что ты взял на себе наши проклятья наши грехи наши беззакония были на тоби и ты страждал за мир наш и в ранах твоих есть силы не наши а в твоей крови святой есть очищение всякого греха и всякой нечистоты халли луя о рамана сандара ла бери глемен дякуемо тоби господь Бо мы колись были рабами рабами греха рабами різних греховних пристрастей а лы ты звільнив нас а лы ты простив нас а лы ты чистив нас и оправдан нас и теперь мои діти божьи халли луя теперь мое царственное священство народ взятий в дил чтобы извещать про чесноты твои рамана гала раба лара фандрос мы дякуемо тебе за эту нагоду которую ты дарил нам цего останнего дня цего року згадывать про смерть и страждания твои нехай у спойте служение принесет благословение для народу твоего нехай каждый переживет близость с тобою и особливые помазания а тоби мы заносим мощную сердечную хвалу и подяку селяючись низко перед величью твоей мы как дети твои привозносим имя твое святое халли луя боно достойной хвали воно достойной подяки и поклонения хальмени щегири рибалдри фарелс будь прославный за все извеличенный наш бог отец сын и дух святый аминь братья и сестры слава господа нашему я думаю что он тот бог который был на энкаунтере он сегодня здесь слава богу что он здесь и мы также можем переживать то что там переживали наши братья и сестры я хочу рассказать стихотворение 1 но я опасаюсь а что когда я его расскажу то может быть наш добрый пастырь отменит поездку в одессу дорогие друзья как и павел сказал я хочу повторить фразу такую наш брат иван в день воскресный был в духе и услышал голоса духа святого иван запиши ну что записать запиши кто имеет уши слышать до слышит что дух говорит церквям павел говорил братья я думаю сестры все прошли с ушами сюда а а если кто забыл дома бы есть уши в карманах а есть уши на сам братья он настраивает тоже дадут уши но бог хочет чтобы все мы пришли имели такие уши чтобы могли слышать что дух говорит церквям да и священное писание говорит когда ты идешь в дом божий то приготовь сердце твое более всего к чему к слышанию слова божьего нежели к жертвоприношениям так что от того какие мы будем иметь уши будет зависеть наша жизнь и пусть господь не жалуется как он жаловался через пророка и саю имеет уши слышать но не слышать имеют очень но не видят ибо огрубело их сердце и не обратятся чтобы я их исцелил так жаловался бог то я думаю если у кого-то проблемы с ушами бог может исцелить и уши и сердце и еще иван записал одно когда была вот такая вечеря господня иисус произнес такие слова не двенадцать ли я вас избрал но один из вас предасть меня и вот тут друзья однажды проверяли не я ли господи не я ли не постеснялся иуда протягивая руку в блюдо принял благочестивый вид не я ли рови рови говорит дальше я не буду говорить когда я буду рассказывать стихотворение простите это предисловие то мы с вами и я в том числе давайте повторять не я ли господи не я ли так вот стихотворение такое в одном хозяйском стаде совместно с овцами в ограде завелся волк в овечьей шкуре он по своей натуре не я ли господи не я ли уже не выл он и не визжал всем овцам подражал мог по овече бегать бякать мог травку нюхать воду лакать в жару в жару мог прятаться он в тень мог с овцами ходить весь день но как то в табор шли по трапу и наступи баран на лапу и он почуял сильно больно стерпеть не смог и сам невольно хотя в овечьей шкуре был в раз невольно громко взвыл как думал этак хитрецой стать кроткой и доброю овцой свою он внешность изменил но трос скрывал что было сил казалось внешне как овца тому и не было конца но этот бр правильно бр растяпа невольный вой больная лапа и не стало в стаде крывотолка сорвалась маска с овца волка волк стал волком всем стало ясно жить вместе с ним волк овцам опасно и как он в шкуру не родился волк акция не переродился не смог он властвовать собой не стал волк шкурою овцой подобно и нерожденный свыше он ходит молится поет со слова божьего мы слышим беседу чудною ведет в собрание ходить регулярно хотя он с нами но не наш он не ведет себя коварно вообще прошу прощения не скрыть он не ведет себя коварно живет живет как с истинную фальшь не я ли господи не я ли но стоит быть может это приближенный но формально может быть и член пред нами он не обнаженный не виден скрыт от внешних тлен но стоит сделать только больно за деть за живое да больно он в раз меняется невольно и жизнь в нем каина видна там жил иуда был служитель общины первой казначей но стал предатель вор убийца простите дерьмо для древних палачей ходил с Иисусом но жил как мог со всеми вместе он молился казалось в нем живет сам Бог потом позарился на деньги сначала с кассы тайно брал Христос все видел как таился не делал честно часто врал и как совесть грязно не чиста как древний дьявол притаился как наконец предал Христа а сам пошел и удавился пред Богом тайны нет все ясно ни ложь ни фальшь ни их натура а самое главное что не поможет волку шкура не я ли господи не я ли ну басня ложь но в ней намек доброму молодцу урок аминь аминь я прошу служители занять свое место служение на сцене церковь мы приготовим свое сердце потому что сегодня вспоминая страдания нашего господи господа мы должны побыть с ним помыслить и о претерпевшем над собой такое поругание грешников это не значит что мы будем в состоянии тревоги как получится почему христа распяли чего подобного мы в состоянии победы потому что он он умер но он уже воскрес ради нашего оправдания он воскрес поэтому мы счастливы и войдя для служения первосвященник раз в год входил и все ждали и с ликованием встречали когда он выходил со святой из святых он выходил живым значит жертва была принята жертва была угодная Богу и когда Иисус Христос зашел во святой из святых когда он зашел даже в преисподние места земли совершая свое служение мы в восторге отмечаем что он вышел из этого состояния он воскрес значит жертва его принята значит цена была достойная и мы свободны сегодня мы вспоминаем с благоговением и вспоминаем как те которых имена в книге жизни через веру в сына Божию мы приготовим свое сердце и приготовим те сосуды которые здесь есть по слову Господню он сказал чтобы мы это творили доколе он придет я знаю случаи когда не было такой возможности нашим братьям и они совершали такое служение в тех местах где нельзя было иметь чаши нельзя было приготовить с благовением такой хлеб они совершали такое служение и Бог принимал такое служение я прошу дякую мы каждый сидя на своем месте приготовим наше сердце и скажем Господь ну я не думаю ну просто не я ли вы скажете но вы скажете Господь прости меня и очисти меня я я я виновен бывает в чем-то не просто виновен ли я когда вы знаете что виновны то скажите об этом Господу мы сейчас молитвенно мы встанем и попросим коротко у него благословение и право на участие в этой святыне для нас Отец Небесный ученики спрашивали не я ли не я ли Господь когда мы знаем что это мы что мы могли ошибаться могли причинять тебе боль боль ближним своим то мы и молимся так прости нас Господь из-за какой-то абстрактный какой-то конкретный грех какие-то конкретные ошибки и очисти Господь и дай чтобы народ с благовением участвовал в трапезе Твоей в благословение в радость исцеление души и духа и тела Господь я благословляю каждого чтобы мог с дерзновением протянуть руку к святыне для того чтобы ты благословил и для того чтобы исполнить Твою заповедь исполнить то что ты заповедовал сие творите такой ли я приду мы благословляем друг друга и просим ты прими нашу молитву Отец и Дух Святой Аминь так стоя на ногах мы выслушаем Слово Божье это многим известно 11 глава первое послание к Каримфинам ибо я от самого Господа принял тот что и вам передал что Господь Иисус ту ночь которую предан был взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал примите едите сиесть тело мое за вас ломимое сие творите в мое воспоминание всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть Господню возвещайте доколе он придет посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно виновен будет против тела и крови Господней да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто если пьет недостойно тот если пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господнем а того многие из вас немощны и больны и немало умирает ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся от Господа чтобы не быть осужденными с миром мы способны судить других людей давать рекомендации пастору как кому поступить кого как наказать принимать члены не принимать только порой мы не способны сами себя судить других мы способны у нас хватает эрудиции дерзновения порой перед своим грехом мы пасуем да испытывает себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей я вдохновляю вас что Иисус Христос принимает молитвы и если мы просили у него прощения благословения он добрый очень он очень добрый и я вдохновляю вас что Иисус Христос действительно прощает грехи и причем когда он прощает он никогда больше не вспоминает поэтому имея дерзновение молиться сегодня быть на этом месте имейте дерзновение и в том что Господь услышал ваши и мои молитвы благословен ты сидящий в неприступном свете творец всего видимого и невидимого благословен ты Отец Небесный даровавший нам жизнь и жизнь с избытком даровавший нам прощение грехов спасение и жизнь вечной благословен ты пославший на землю Сына Своего Единородного который принял образ человека образ раба по виду стал как человек который казался людям как отпрыск из сухой земли в котором не было величия но который взял на себя грехи беззакония наши на котором наказание мира нашего было но которого ранами мы исцелились слава тебе Господь мы приемлем эту жертву с благовением и благодарностью и просим Господь благослови разделить между собой с любовью и с трепетом это будет имя Твое благословенно тех людей которые будут участвовать в этой трапезе те кто вспоминает твои страдания и ожидает твой приход отец сын и дух святой аминь знаешь ли лучей что бежит со Христа где умер Христос знаешь ли того кто дарит и 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 Кровь, как пурпур, греет мой плотко, Пусть вида горит, тяжелее. Кровь, пристань, стекает трупом, Пусть вида горит, тяжелее. Я прошу церковь присесть и объявляю дальнейший порядок нашего служения. Служитель подойдет к вашему ряду, и те, которые имеют право участвовать в трапезе Господней, которые готовили себя, вы привстанете, возьмете один кусочек из вазы, и с благовением примите, помня, что ни одна крошка не должна упасть на землю. Это святыня для нас. Это освящено молитвой. Это то, что является святыней для всего христианства. Совершив краткую молитву, вы можете занять свое место. Имеют право участвовать те, кто является членами церкви, заключили завет с Господом, в зрелом возрасте, посредством святого водного крещения, и которые находятся в мире церкви, с Богом, с людьми. Это будет вам большим благословением. Это поможет нам всем Господь. Прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так же и чашу после вечерей сказал, Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сия творите, когда только будете пить мое воспоминание. Благословен Господь, давший нам эту чашу завета, завета в крови, завета вечного, неизменного, благослови ее разнес и разделить между собой с благоговением. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прошу присесть. Служитель подойдет к вашему ряду. И вы имеете право взять одну чашу. Вы примите с благовением. И когда будете занимать место, посмотрите, возможно, сзади находится служитель, чтобы его не толкнули. Будьте благословенны. Прошу врать. Служитель подойдет к вашему ряду. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok В этом доме собиралась группа верующих людей, и однажды я решил посетить эту группу людей, войти внутрь, и я, к моему удивлению, попал на такое же служение, которое совершалось сегодня в вашей церкви, на причастие. Но я, так как был чужим человеком, и я занял самое отдаленное место в этом зале, я увидел картину, которая поразила меня, которая дала мне большие откровения. В этом доме, в этом зале были собраны люди, и они были отделены от сцены. На сцене было двое немолодых уже людей, и они совершали служение, причастие. Когда один из служителей этой группы взял поднос с хлебом и стал проносить между рядами, к моему удивлению, я увидел, что люди не ломают этот хлеб, не вкушают хлеб, но они с особым таким вниманием, с особым проникновением, с особой проницательностью, они всматривались в этот хлеб, они наблюдали за ним до того времени, как он отделялся и отделялся от них. То же самое повторилось и с чашей. Когда чаша и хлеб обошли зал, они вернулись на сцене. Эти двое людей, мне так показалось, с особой демонстративностью, разломали этот хлеб и вкушали его. То же самое они совершили и с чашей. Я прислушался к разговору двух женщин, которые шепотом говорили между собой, я сделал шаг им, приблизился к ним, и они назвали какое-то число 143-й и какой-то святой, которого Бог ввел в число святых людей. И они, весь зал смотрел на них. Кто-то прослезился, кто-то заплакал, кто-то глубоко простонал. И в это время, мои братья и сестры, Бог мне дал особое откровение. Для меня слова Иисуса Христа, которые прозвучали, «Берите, едите, ешьте все», стали вдвойне понятнее. Вдвойне я получил откровение, что смерть Иисуса Христа, Его кровь, Его воскресенье, принадлежит не небольшой группе людей, а принадлежит всем нам с вами. Слава Господу! И пророк Исаия называет Иисуса Христа одним из многих имен. Его имя чудное. Слава Господу! Его имя будет чудным. Чудное Его рождение, чудная Его жизнь, чудная Его смерть, чудное Его воскресенье сегодня об этом рассказывали. С чем я вас всех поздравляю, мои братья и сестры, с прошедшим и для кого-то наступающим Рождеством Иисуса Христа, с наступающим Новым годом. Желаю благословения вам от Господа. Желаю, чтобы ваши семьи, ваши дети, ваша жизнь была благословена. Для меня, действительно, Петр Владимирович, как епископ, как пастор, как учитель, он мою семью и благословил. Наш брак является, действительно, близким другом. И я решил сегодня с семьей был среди вас и порадоваться вместе с вами. Так что, Божьих вам благословений! Храни вас Господь! И благодать Божия с вами! Аминь! Мы тоже рады, Петр и Лена, что вы сегодня с нами, и мы можем иметь совместное служение. Наша программа очень насыщенная, время очень быстро идет. Но я думаю, что мы должны сделать еще очень важную молитву сейчас. Мы должны помолиться за родную семью, и особенно за их ребенка. Это будет Алексей, Уриянова, Оксана и их дочь Виктория. Пожалуйста, сюда проходите вперед. И мы, вся церковь, мы желаем благословить вас и совершить молитву благословения. Пожалуйста, сюда проходите. Вы желаете Божьего благословения для себя лично, для вашей дочери. Вы желаете, что ваша ребенка посвятить Богу? Вы желаете, чтобы Бог имел полное право благословлять и распоряжаться ее жизнью, ее судьбой. Хорошо. И мы будем молиться об этом. И наша обязанность, и наша ответственность, и наши привилегии сегодня благословляют эту семью и этого ребенка. Поэтому давайте мы все встанем для молитвы благословения. Я только почитаю слова благословения, и мы все совершим потом молитву. Я буду читать, и вы знаете, что нужно делать, правда же? Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Твое на Тебя и даст Тебе мир. Так пусть призывает имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Сейчас мы закроем наши глаза, поднимем наши руки. Господь наш, я знаю, когда Ты был на земле, Ты всегда совершал это служение. У Тебя всегда это было время и возможность, Господь. И сейчас, Господь, я Твой раб, и Твой слуга, Господь, исполняю Твое поручение, Господь. Я молюсь за эту маленькую девочку, Викторию, Господь. Призываю Твое благословение на всю ее жизнь, Господь, на все ее будущее, Господь. Я призываю Твое особое благословение на этот дом, на эту семью, Господь. Благослови ее отца и мать, Господь. Пускай Твоя мудрость будет в них и способность воспитать ее для Царства Твоего, Господь, и быть светлым примером для своих детей, Господь. Мы благословляем этот дом, на эту семью, Господь, теми чудесными небесными благословениями, которые Ты богат, Господь, и Ты желаешь излить, Господь. Поэтому мы призвали Твою защиту, Твою охрану, Господь, Твое покровительство на этот дом и на этот ребенок, Господь. И мы веряем в Твои сильные и самые благословенные и самые надежные руки. И да будешь Ты прославлен во всем наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Так, пожалуйста, присядьте. У нас очень насыщенная концовка будет и очень интересная, разнообразная. Сегодня мы помолимся за семью Чепель, за Игоря. Игорь, примерно год назад он написал заявление, чтобы приняли в член церкви. Это было время его очень трудное, тяжелое. Мы не торопились с принятием решения, но мы не медлили молиться за него, чтобы Бог ему помог, его деткам. Пожалуйста, придите сюда. Где же ваша девочка? Не вижу. Девочка в бегах. Да, да, ну хорошо. Тут есть где бегать. И, вы знаете, мы молились Богу, чтобы Господь укрепил его, дал какую-то ясность в жизни. Как бы то ни было. Может быть, не все трудности он преодолел, как и мы с вами. Но самое главное, что мы видели, что в этих трудностях он формировался, он изменялся, он преломлялся. Самое главное, чтобы видели, что в этих трудностях он не прибегал к неправильным шагам. Он старался идти к Богу. И мы рады, мы счастливы. Мы рассуждали, нет никакого препятствия, чтобы принять его в члены церкви, чтобы он вошел в стены Иерусалима, под ограду, охрану церкви, молитву церкви. Вот еще одна овечка вернулась из бегов. Итак, друзья мои, мы рассуждали. Пастыря, братья, кто-то был. И мы подумали, пришло время оказать ему милость и помощь, и протянуть руку помощи ему. Не только в молитве, но и в том, чтобы он стал членом нашей семьи. И я совершенно уверен, что у Бога есть добрые намерения по отношению этой семьи, добрые планы. И мы желаем его благословить сегодня. Как вы считаете? Это хорошо? Пусть это будет вам праздничный подарок и добрая воля церкви. Мы желаем слышать о вас добрые, видеть, что Бог за вас. Я прошу церковь, пристань для молитвы. Ну, ты уже говорил пару слов, у нас традиция, но ты уже сказал. Еще хочешь? Пожалуйста. Дорогие братья и сестры, я хочу вам всем сказать. Я люблю вас. Спасибо вам за то, что вы действительно, как одна семья, помогали мне в мою трудную минуту, когда я имел со своей семьей, я переходил тот путь, который был очень тяжел для нас. Многие люди молились, постились, брали посты в нашей церкви. Многие звонили до меня после судов, благословляли меня до судов и благословляют по сей день. Я знаю это, и многие люди подходят, иногда останавливают меня, говорят, Игорь, помню, мы молимся за тебя по сей день, за твою семью. Так что я хочу сказать спасибо вам за все. Спасибо, моя семья, которая с сегодняшнего дня будет моя в полном смысле слова. Я благодарю вас за все, я вас всех люблю, всех люблю. И ввиду того, что просто сегодня воскресенье, и мы приехали после энкаунтера, я не имею, не было возможности отпраздновать мне это особо. Но я хочу вам, друзья, сказать так. На 14 число мы хотим от нашей семьи сделать шашлыки для всей моей новой семьи. Так что мы хотим вас всех угостить. Так что у нас перед церковью будут шашлыки, мы будем сами готовить вас, обслужить, служить вам. Так что, пожалуйста, в вашей ответственности также пригласить всех ваших друзей, родичей, знакомых в этот день сюда, на Старый Новый год, 14 числа, быть здесь. И я думаю, что мы отпразднуем этот Старый Новый год все вместе, как одна большая семья. Так что пускай вас всех, Господь, благословит Господь со всеми с вами и вашими детьми и семьями. Спасибо. Хоть бери и не лети, да? Или прилетай через неделю. Но не ради шашлыков мы его принимаем. Но шашлыками как-то и лучше даже, чем без шашлыков. И помните, мы действительно с любовью к вам относимся. И мы действительно желаем быть одной семьей. И слышать и видеть доброе, и радоваться общей победе. Хорошо? Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа. Мы на руках молитвы приносим эту семью, над которой много дьявол поиздевался, которая проходила свои трудности, не всегда сдавала экзамены на хорошо, но в конечном счете, преодолевая трудности, двигалась вперед. И мы сегодня предлицентуем, предлицей церкви, благословляем его. Благословляем его во имя Иисуса Христа. Да будет благословен в дальнейшей жизни ей более, чем в предыдущие дни. Господи, да будет он радостью для церкви и благословением для всей церкви. Мы благословляем брата Игоря, благословляем его детей, благословляем его дом. И да будет все устроено по воле Твоей и в дальнейшем. Это молитва и просьба нашего имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. Мы любим вас. Мы любим вас. Мы любим вас. И тебя тоже любим. Слава Иисусу Христу. Пожалуйста, присядьте. Еще есть одна замечательная, я полагаю, мне так объяснили, что это просто уникально замечательная семья. Виктор Федотенко. Здесь брат Андрей почему-то посчитал, что я американец, пишет «from Kyiv». Так вот он «from Kyiv». Он с Киева прилетел. Пожалуйста, вам такую дали характеристику, что я… Идите сюда. Они только несколько дней, как в Америке. И по нашей доброй традиции мы молимся. Ты не знаешь, что мы уже, знаете, как принимаем члены церкви. Мы молимся, а они сами выберут церковь, сердце им подскажет. Наше дело – благословлять. И все семьи, которые прилетали, за них молились. Почему же за эту семью не помолиться? Поэтому друзья за вас когда тайствуют, сказали, что вы замечательные люди. Я вас заочно уже два дня назад познакомился с вами. А сегодня с утра напомнили. Вот он даже вскакивает, хочет фотографировать, видно. Брат Павел Мандзюк сильно их любит. А мы любим его и верим ему. И так я полагаю, что у вас новая страна, хотя вы, вероятно, уже злая, чуть уже познакомились. Но все равно туризм и эмиграция – это разные вещи. Она как-то по-новому откроется. И здесь очень много хорошего. Но есть свои трудности, и я желаю, чтобы у вас все было хорошо. А трудности вы не заметили. Чтобы оно было все успешно. Хорошо? Друзья мои, нужно благословлять их, пребывая на этой земле. У них еще много будет стрел. Враг будет им что-то там наговаривать, пугать их, что им будет плохо. Это врагу будет плохо. Я по секрету вам скажу. А им будет хорошо. Поэтому для них нужны молитвы, руки, благословения. Прошу вас, представьте, благословим семью Федотенко. Господь и Бог наш, все живое нуждается в твоем благословении. Как вся природа нуждается в солнце, так каждая личность нуждается в твоем благословении. И эта замечательная семья также нуждается в твоем благословении. И мы желаем их благословить, чтобы их пребывание и жизнь в Америке были благословенны и успешны. Чтобы их дети были благословенны и успешны. Чтобы их духовная жизнь была успешна. Финансово-материальная сторона на своем месте успешна. Я молю тебя, оберегай их от зла в этой земле. Оберегай от грязи. Оберегай от каких-то катастроф и неприятных случаев. Я знаю, Владыка, что если ты сохранишь, если твои руки будут вокруг этой семьи, то враг не сделает никакого зла. Во имя Иисуса Христа. Да будут благословенны и успешны. Мы это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. Всего вам доброго. Я слышал вы из церкви Решетинского. А он тоже одессит, между прочим. Слава Богу. Братья и сестры, я хочу сказать вам. Мы пришли сюда в гости. Ну вот супруга сидела и говорит мне, мы не в гостях, мы как дома. Слава Господу. Я так и знаю. Аллилуйя. Нина, ну, пару слов. Слава Богу. Слава Богу, хорошая слава. Я очень волнуюсь, но я очень рада бывать в этой церкви. Слава Богу. Добро пожаловать домой. Слава Богу. Мы будем рады всегда видеть. И у нас много служений. Это церковь, в которой работы больше, чем людей. Но люди пополняются. Поэтому работа разбирается. Сейчас Андрей Манзюк. Вот в Манзюке сегодня фамилия. Где Андрей Манзюк? Иди сюда. Вот заканчивается. Время убегает. И человеку, знаете, как-то что-то не совсем празднично. Он начал нас нанимать. Хочу жениться. Мы рассмотрели этот вопрос. Ты не передумал? А все бывает, знаете. Думал, 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 как выйду, испался и все. И сказать, еще буду ждать. Так что, не передумал. Ну все, не передумал. Он должен жениться. Это время. Молодой человек. И он хочет жениться. Невесты, пожалуйста. У нас только в церкви порядок. Если хочет жениться, мы даем право выбирать. Поэтому, кто свободен, чуть выше, знаете, чтобы он обратил внимание. Ты туда смотри, не на меня. Так что, в уходящем году, ну, как-то надо обрадовать брата, что... Как вы считаете? Пустищик, идейщик, разрешаем. Одну, одну, всего одну. Идет уверенно. Идет не сомневаясь. Куда? Чуть опаздываем. Я не люблю никогда задерживать. Вы знаете меня. Но... Итак, Господь сказал, чтобы ты выбрал соответствующую. И он создал, помните, жену соответствующую ему. Они просто действительно похожи. Они оба с Украины. Тут я ничего не могу сказать. Хоть он быстро шел, но успел выбрать. Быстро шел. Уверенно шел, я видел. По-мужски шел, как лидер. Я открою вам секрет. Я вчера у нее спросил. А ты готова его слушаться? Это, знаете, выйти замуж и слушаться, это две разные, говорят, в эти вещи. И она мне четко сказала. Я готова. Пойду за ним и буду его слушаться. Четко. У меня не было никаких сомнений. Я увидел, что у нее намерение библейское. Все осталось в силе и у тебя в силе. Неизменно. Потому что мы сейчас представляем церковь Богу. И помните, это уже нарушать нельзя. В Израиле многие вещи можно было что-то отменять, но только не свадьбу. Заручение. Заручение это все. Это не то, что ты будешь думать. Вот вам несколько месяцев ты думаешь. Уже думать надо было раньше. Вот пока шел, думал. А к свадьбе только готовиться надо, а не думать уже. Понимаешь, да? Он сообразительный. Он очень умный молодой человек. Я его люблю. Он мужской характер имеет. Двигается вперед. Слава Богу. Итак. Помните, Иосиф мог отпустить, мог огласить. И то все было плохо. Самое лучшее сохранить семью. Ну, трудности будут. Всякие, знаете, советы неправильные будут. Бог соединяет, дьявол рассоединяет. И это будет и у вас. Какой-то тетке не понравится, бабке кому-то. Кому-то лысому дядьке не понравится. Но главное, чтобы вы друг другу нравились. И очень важно сохранить чистоту отношений и верность своему слову. И вы это готовы сделать. Возражений в зале нет. Может кто-то претендовал, но все. Может он передумает, а встаньте. Нету. Возражений нет. Мы благословляем этих замечательных молодых людей. Я прошу вас для благословения предстаньте. Отец Небесный. Мы именем Иисуса Христа благословляем Андрея, благословляем Наташу. Благословляем их, потому что ты Бог, тот, который любит благословлять. Я знаю, что тебе нравится. Тебе нравится благословлять людей. И я сегодня выполняю твое желание. И я благословляю этих молодых людей. Это для меня большая честь. Благословлять твоих детей. Я благословляю их для совместной жизни, в дальнейшем для вечания, для устройства, для согласия. Да будут они благословены, их родители благословены. Да будет благословена их семья, которая сейчас есть и которая будет. Да будут сохранены от зла, Господь, и от греха. Оберегай на всех путях. Мы это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Родители, пожалуйста, пройдите на короткое время. Я хочу вас тоже поздравить и вас фотографировать как можно быстрее. Знаете, не так часто вы тут будете стоять, двигаетесь вперед. Знаете, кормить есть, когда мы... А вот иногда побыть в радости вместе с детьми порой не хватает времени. А времени было кормить, воспитывать, порой лечить. Ну, всякие вещи. А время вам сейчас постоянно. И вас тоже мы поздравляем. Желаем Божьей благословения. Хорошая минута. Мне очень приятно это делать. Она тоже радуется. Хотя ничего не понимает. Хорошо, пожалуйста, присядьте. Вы потом поздравите, подойдете, скажете добрые слова еще и... Братья и сестры, нас уже не заканчивается. Значит, еще очень важные моменты будут и важная часть. Даже, может, одна из самых важных. Знаете, мы немножко хотим представить миссионерский вопрос. Я благодарен Господу, что я вижу Сергея Вознюка, пастыра церкви, который приехал. Давайте мы поприветствуем. Спасибо. Продолжение следует...